Подсудимый признан виновным. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Хорошо. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Привет. Это я. Привет. Мне позвонили. Обсуждается приговор. О, Боже. Ничего не бойся. Я сейчас заеду за тобой. Хорошо. Жду. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Если ты готова к плохому известию. Но с чего ты взял? Ты ведь так много работал. Ты выиграешь. Хотелось бы, но работа в этом еще не все. Ты должен быть уверен в себе, и я хочу помочь тебе в этом. Как же? Ты будешь уверенным. Ну как? Я бы так пролежал весь день. Я. Как ты спала? Ты все время ворочалась? Мне снился ребенок. Будто все узнали о нем. Значит, все будет наоборот. Никто о нем не узнает раньше времени. Никто. Надеюсь. Я люблю тебя. И я. Позвоню-ка я в суд. Пусть повременят с приговором. Нет. Нет. Давай-ка отправляйся. Давай-давай. Нет. Поехали. Знаешь. Я боюсь. Знаю. Я тоже. Но мы должны надеяться на лучшее. Ты думаешь? Я знаю, что чувствуют присяжные. Я видела их глаза. А если мы проиграем? Что тогда? Они окинут на меня на ручнике. И что с ним? Конец? Конец? Этого не случится. Или мы будем апеллировать до тех пор, пока не выиграем? Нет. Если меня приговорят, обещай, что забудешь меня и не будешь тратить на меня свою жизнь. Она ничего не стоит без тебя. Я не хочу тянуть тебя за собой. Хватит уже. Мы выиграем. А потом, знаешь, что потом? Мы поедем на моей машине в тот самый коттедж, который ты снимал. Уедем из города подальше от этого суда и будем там, сколько захотим. Неделю, месяц. И целыми днями будем любить друг друга. Утром, днем и вечером. Ты не потеряешь меня. Не получится. Ты знаешь, как я люблю тебя. Я счастлива, если ты меня любишь хоть наполовину так же, как я тебе. Пошли. Пошли. Все в порядке. Держись поближе, ладно? Хорошо. Что ты ходишь сюда? У меня плохое предчувствие. Я думал, они быстро вынесут обвинительный переговор. Ты им в этом не поможешь. Что, собственно, они обсуждают? Могли бы и не удаляться. Черт возьми, Кэпфелл. Если ты проиграешь это дело, вся вина ляжет на тебя. Не надо мне угрожать, Кейт. Я и так возьму ответственность на себя. Хочешь, не хочешь, а придется. Скрести пальцы. Что-то он мне не нравится. Еще бы, это в его настроении. Мэйсон, что он может тебе сделать? Доказать, что я не стою больше, чем внести дела дорожных происшествий. Может, тебе снова заняться частной практикой? Возможно. Смотри, кто пришел. Доброе утро, Мэри Мэйсон. Здравствуйте, Си Си. А, я не знал, что ты придешь. Думал, я пропущу финал. Нет, конечно. Как ты? Уверен, его признают виновным. Иначе ты будешь глупо выглядеть. Спасибо на добром слове, папа. Лучше иди туда и устройся поудобнее. Увидимся. Я бы пожелал тебе удачи, Мэйсон, но теперь уже поздновато. Папины пожелания всегда вовремя. Доброе утро. Привет, Шейла. Какой будет приговор по-вашему? Для вас лучше, чтобы он был обвинительным. Иначе Круз будет искать другого подозреваемого, а вы первая в списке. Всем встать. Уважаемые присяжные, вы вынесли приговор? Да, Ваша честь. Бейлиф. Подсудимый, пожалуйста, встаньте лицом к присяжным. Огласите приговор. Подсудимый не виновен. Несмотря ни на что, ты хорошо поработал. Как сказать, поговорим потом. Кажется, я должен поздравить вас, мисс Уинрайт. Меня нет, может быть, Дэвида. Возможно, я ошибался. Возможно? На месте присяжных, на основании того, что слышал, я не оправдал. О таком поздравлении можно только мечтать, мистер Кэпфелл. Просто я говорю правду, мисс Уинрайт. Мои поздравления, Джулия. Ты их заслуживаешь. Ты умеешь проигрывать, Мэйсон. Нет, это на публику. На самом деле, ты достойна приговора. Прекрасно сработано. Можно сказать, гениально. Моя ошибка в том, что я послушался окружного прокурора и позволил, чтобы все зависело от показаний Шаилы Карланд. По-моему, дело не в этом. Просто он не убивал свою жену. Я так не считаю, Джулия. Кленовный отпущен на свободу. Мне кажется, ты опять ошибаешься. Спасибо. Я так счастлива. Это лучший день в моей жизни. Мы выиграли. Я могу быть с тобой. Я люблю тебя. Я никогда не смогу оплатить тебе за то, что ты сделала. Мы должны были выиграть. Я не хотела терять тебя. Я так давно никому не признавала в своих чувствах. Я счастлива, что ты выдержал весь этот процесс. Так счастлива. Теперь для тебя все изменится. У нас будут особенные отношения. Я тебе обещаю. Верь мне. Верю. Я люблю тебя. Я возьму. Хорошо. Алло. Дэвид, это я. Да. Мне надо тебя видеть. Я в Ориент-Экспресс. Буду минут через 15. Лучше я сам приду туда. Почему? Сейчас буду. Ждите. Извини. Это адвокаты Гранта. Надо решить кое-какие вопросы. Похоже, это надолго. А когда же мы поедем в горы? Может, я поеду одна? Ты думаешь? Да. Так лучше будет. Ты дашь ключи? Давай ключи. Да, да. Держи. Ну что ж, до вечера. Удачи. Спасибо. Ты ничего не забыл? О, да. Люблю тебя. Я тоже. До вечера. Это ты провалил дело, Кэпфелл. От начала и до конца. Если бы не я, все было бы еще хуже. Правда, Кэпфелл? Отчего же? Я принял меры, чтобы дело было оставлено в суде. Судя по всему, у тебя очень большие полномочия. Я их закреплю, Кэпфелл. Чтобы ты больше не запутывал нас, ты будешь получать самые мелкие дела. Чтобы их провал ничего не значил. Вы сами заставили его основываться на показаниях Шейл и Карлайл. Надо было согласиться с самого начала с Крузом. Он был прав, что не доверял Шейле. И позвольте напомнить, что по вине вашего департамента потерялась ее фотография. Вам повезло, что на вас работает Мэйсон. Жаль, что вы не юрист. Мне нравится ваш подход. Надо было вам взяться за это дело. Если ты высказался, может, оставишь нас? Конечно. Зачем ломиться в открытую дверь? Что сделано, то сделано. Увидимся утром в моем офисе. Он так говорил с тобой. Ничего, в одном он прав. Ты могла бы быть юристом. Нет уж спасибо. Лучше я буду женой юриста. Извини. Что с тобой? Тебе нехорошо? Мне плохо. Меня тошнит. Посмотрим, нужно ли ему это. Джулия? Моя сумка. Джулия? Джулия? Продолжение следует...